Всем привет! Всем доброе утро! У нас прошел снова дождик, но сейчас солнышко светит очень ярко и так как-то свежо, классно на улице, потому что сейчас у нас 8 часов утра, но как видите у нас работа за окном уже там кипит, трактор работает, так что будет видео наверное сегодня шумное. Но я хочу просто ответить на вопрос, мне задали вопрос, как у вас стоят цветы за окном и проблематично их держать за окном. Я просто хочу сказать, да проблематично, потому что у меня стоят цветы во-первых на подоконнике, во-вторых на подоконнике вот здесь они стоят за окном и плюс еще в таком большом вазоне. Когда начинается дождик, это надо быстренько, просто быстренько все успеть убрать с этого подоконника цветы, убрать с того подоконника цветы и убрать с этого, с большого вазона. Так что мне кажется здесь, ну конечно я уже так норовилась, что я за доли секунды это все убираю, но когда мои родные начинают убирать, они говорят, мы с твоим тетрисом справиться не можем. Вот так. Дальше. Дальше вот этот вазон, он у меня где-то, я его так называю вазоном, он у меня метр, метр двадцать наверно. На все окно. Он сделан из таких подручных материалов, это как доски, ну такие рейки, доски, можно сказать. Это на почту к нам приходят посылки, там велосипеды, разная ерунда. И они выбрасывают вот эти доски. Я взяла просто-напросто, их покрасила и муж сделал мне такой классный большой вазон. Крепится этот большой вазон на кронштейны, кондиционерные кронштейны. Если у вас, конечно, таких кронштейнов нету, нужно подумать, на что установить такой вазон. Так как цветов очень много, и они должны, конечно, очень хорошо держать, кронштейны, хорошо держать этот вазон. Вот так. В ряд у меня стоят, вот так, в ширину два ряда вазонов, а здесь я не считала сколько. Ну не знаю, наверное, вазонов, вазонов, наверное, восемь, наверное. Восемь, и там восемь, шестнадцать вазонов у меня стоит в таком вот деревянном вазоннище. Еще Елена Терентьева у меня спрашивала, как поживает моя руселия. Руселии у меня поживают отлично, я считаю. Вот они у меня висят также за окном, вот такой железный, железный такой держатель у меня на два вазона. И они у меня здесь с ранней весны до поздней осени. Вот руселия. Конечно, она у меня была пострижена ранней весной, так как многие просили у меня череночков. Я, конечно, ее почикала хорошенько, но теперь не знаю, будет ли она у меня цвести в этом году или нет. Но пока отрастает, пока отрастает. Я ее часто брызгаю, так как от жары у нее, видите, хотя и дождливая у нас сейчас погода, но все равно сохнут вот эти ваи или как веточки, не знаю, как их назвать. Но, как мы знаем, на концах этих веточек всегда закладываются цветочные почки. Но не знаю, не знаю, будет ли цвести или не будет, посмотрим. Ну, вот так поживает моя руселия. Сейчас еще одну сниму и покажу. Вот это, ну, это старушка. Это старушка. Она уже, наверное, изрослась, нужно ее омолаживать. Просто-напросто отсадить от нее вот эти молодые веточки, а старые уже все повыбрасывать, потому что они уже не разрастаются. Вот такая моя старушка. Видите, вот это листочки было пасмурно, где-то, наверное, месяц. Практически солнца у нас не было. Постоянные дожди, пасмурно. И она за место вот, они должны быть вот такие тоненькие веточки, а она повыпускала листочки. Это ей не хватало освещения. Снова я ее туда поставлю, пускай стоит. Еще хочу спросить вашего совета. Вот я где-то месяц назад купила резомы. Резомы Ахименесов. Посадила их. Ну, мне такое ощущение, что они у меня не зацветут и, наверное, даже не дадут резом. Потому что уже очень поздно я их купила. А купила потому, что подалась или соблазнилась на очень низкую цену. Ну, в общем, я их приобрела и посадила. И не знаю теперь. Подскажите, пожалуйста, стоит мне морочить голову с ними. Дадут они мне на следующий год резомок или нет? Или они в скором времени должны уснуть. Почему еще мне нравятся Ахименесы? Потому что, вот вы сами видите, что у меня очень мало места. И эти растения на зиму как бы засыпают. Надземная часть у них засыхает. Остаются резомки. Резомки можно поставить в холодное, темное место. И они там будут благополучно стоять до весны. И еще они очень-очень красиво цветут. Вот на это я соблазнилась. Но, наверное, уже поздно я их купила. А вот этот вот Ахименес я купила, наверное, месяца два назад. Вот видите, он уже нарастил листовую массу. Но цвести не собирается. Но этот я точно знаю, что этот точно нарастит резомки. И на следующий год будут у меня вот Ахименесы такие. Но вот за этих малявок я даже и не знаю, что с ними делать. Но пока стоят, не знаю я. Вот такое маленькое видео я хотела сегодня записать для вас. Наверное, еще раз повторяю, было очень шумно. Но, простите уже, пожалуйста. Еще хочу сказать, что замечания делают мне, конечно, есть правильные, есть неправильные. Но знаете, что у меня вот больше всего возмущает? Когда человек говорит, что у меня вот неграмотная там речь, или я там экою, бэкою. Это все простительно. Но когда она пишет в одном слове, блин, по пять ошибок, я ей пишу, а она мне говорит, не простительно, у меня русский неродной язык. Так че ж ты, елки зеленые, делаешь замечания, блин? Так хотя бы зайди в словарь и посмотри, как это слово пишется. И ты еще делаешь замечания. В общем, честно, ну накипело уже. Накипело. Все. Всем всего доброго. До новых встреч. Ждите следующее мое видео. Следующее видео будет, конечно, снова о цветущих растениях, которые у меня еще расцвели. Очень даже красивые. Так что всех жду в гости на мой канал. Всем всего доброго. Пока-пока.